Привет, друзья! Вы на канале Готовим Дома, с вами Олеся. Сегодня готовлю вкусные пирожки, мягкие как пух. Это, наверное, самый быстрый рецепт пирожков, не нужно ждать, когда подойдет тесто. Пирожки можно жарить и запекать в духовке. Тесто готовится на кипятке, совсем без яиц, можно готовить с любой начинкой. Вкусный, быстрый и очень экономный рецепт. Обязательно сохраните его, чтобы не потерять, и поделитесь с друзьями. Пусть как можно больше людей узнают этот рецепт потрясающе вкусных пирожков. Сначала готовлю начинку. У меня будут пирожки с капустой. В сковороде или сотейнике разогреваю растительное масло. Кладу мелко нарезанную луковицу и обжариваю 2-3 минуты на среднем огне. Добавляю тертую морковь и обжариваю еще 2-3 минуты. Добавляю 500 грамм нашинкованной капусты. Перемешиваю и тушу 10-15 минут под крышкой на маленьком огне. Солю и перчу по вкусу. И добавляю 1-2 столовых ложки томатного соуса. Еще раз перемешиваю и тушу еще около 5 минут под крышкой. Капуста за это время должна стать мягкой. Начинка для пирожков готова, оставляю ее полностью остыть. Готовлю тесто. В миску кладу 3 столовых ложки муки с горкой, 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара и 3 столовых ложки растительного масла. Вливаю 250 миллилитров кипятка. Хорошо перемешиваю венчиком, чтобы не было комочков. И оставляю массу до полного остывания, она должна остыть до теплого состояния. Убеждаю, что масса остыла и не горячая. И добавляю 25 грамм свежих дрожжей или 10 грамм сухих. Вливаю 200 миллилитров теплой воды, температура примерно 40 градусов. Главное, чтобы все жидкости для теста были теплыми, но не горячими, чтобы дрожжи не погибли. Постепенно просеиваю муку и замешиваю очень мягкое, не забитое мукой тесто. Я замешиваю тесто сначала в миске, а затем на столе руками примерно 5-7 минут. Не надо добиваться того, чтобы с тестом было удобно работать и оно не липло к рукам. Лучше в процессе замеса немного смазывайте стол и руки растительным маслом. А если добавите много муки в тесто, пирожки просто не получатся такими мягкими и воздушными. Если вы раньше не работали с дрожжевым тестом, обязательно посмотрите отдельное видео, где я подробно рассказываю все о работе с дрожжевым тестом. Ссылочка на рецепт дрожжевого теста сейчас появится в правом верхнем углу экрана, а также оставлю ее для вас в описании под видео. Тесто для пирожков готово. Ждать, когда подойдет тесто, не нужно. Делю тесто на равные кусочки. У меня каждый кусочек весом примерно 70 грамм, но можно делать пирожки любого размера. Подкатываю каждый кусочек теста в шарик вот таким образом. Кладу шарики на противень, посыпанный мукой или смазанный растительным маслом. Накрываем шарики полотенцем и оставляем постоять 5 минут. Можно оставить до 30 минут, как вам удобнее. Начинаю формировать пирожки. Разминаю кружок теста в лепешку. Скалка здесь совсем не нужна. Кладу начинку. Я люблю, чтобы начинки в пирожках было много. И теперь хорошенько защипываю края. Тесто прекрасно лепится и края не расходятся во время жарки. Вот такой пирожок у меня получился. Сразу ставлю разогревать сковороду с растительным маслом. Горячее масло кладу пирожки. Лучше, чтобы они свободно плавали в масле и не касались дна. И жарю на слабом или среднем огне. И здесь есть маленький секретик, чтобы пирожки хорошо прожарились внутри и получились румяными. Нагрев должен быть умеренным, не слишком слабым и не слишком стильным. Когда пирожки зарумянятся с одной стороны, аккуратно переворачиваю и жарю до румяности с другой стороны. Пока жарится первая партия пирожков, в это время леплю следующую партию. Посмотрите, какая красота получается. Готовые пирожки обязательно выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Уже не терпится поскорее попробовать. Сверху такая хрустящая золотистая корочка. А внутри нежное как пух тесто и много начинки. Вкусно невероятно. Обязательно попробуйте, эти пирожки станут вашими любимыми. Гарантирую. Спасибо вам, что доверяете и готовите по моим рецептам. Если вам понравился рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и поделитесь с друзьями. Также буду благодарна, если напишите любой комментарий, хотя бы смайлик. Для меня это очень важно. Ну а я прощаюсь. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим Дома. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok